КПРФ в разы ниже. А в чем еще задача парламентской фракции? Вносить справедливые законы, добиваться их принятия и доводить эти законы до того, чтобы они становились правоприменительной практикой и люди видели, что становится хоть в чем-то лучше. Ясно. Нет, средняя температура. Тактика ЛДПР все-таки, прежде всего, и стратегия, это Владимир Вольфович Жириновский. Потому что, как мы знаем по предыдущим выборам, именно поезда, самолеты и другие средства транспорта, доставлявшие лидера либерал-демократов... Добавьте здесь электричку, автомобиль и транспорт. Все, что угодно, но главное, чтобы был Жириновский. Все-таки у вас есть какая-то корректировка тактики? Понимаете, партии 20 лет, мы имеем уже сформировавшего своего избирателя. Есть избиратели, которые мечутся. Они то за нас, то за коммунистов, кто им побольше обещает. Сейчас они созрели уже, они видят, что мы достаточно планомерно защищаем их права, а не только в период выборной кампании. Обещаем поставить им там унитазы, забор покрасить или еще что-то. Здесь всегда предлагаем нашим людям, напишите свои проблемы всем четырем лидерам, всех четырех парламентских партий. Ответ получат только от одного, от Жириновского. Вот эта работа с людьми у нас ведется. И это справедливость, понимаете, та, которая реально существует. Это не один год, не два, не три и не пять. И даже не восемь, как у Единой России. Это больше 20 лет. Поэтому, естественно, лидер партии едет к нашим людям и проводит в день огромное количество встреч. Огромное количество встреч, но это не значит, что другие депутаты не работают. Просто, естественно, даже средства массовой информации, они больше уделяют все-таки внимание первому лицу. Но это не значит, что наши депутаты меньше общаются. Общаются-то столько же, сколько и Владимир Вольфович. Но, понимаете, не будете вы показывать каждую неделю, как я езжу в Рязань, во Владимир. Вы будете показывать. Приехал до Жириновский, вы покажете. Поэтому тактика ЛДПР, она не меняется. Да, действительно, мы модернизировали многие наши вещи. Кстати говоря, все-таки Владимир Вольфович с годами не становится моложе. Вот эта компания, она как продонсирует? Смею вас заверить. Владимир Вольфович здоров, активен. И на сегодняшний день я, как человек, который значительно его моложе, могу вам сказать, что жить и работать в его темпе, не только мне, но и 20-летним ребятам-то очень тяжело. У нас молодые ребята, у нас омоложение партии очень серьезно постоянно идет. И, кстати, самая молодая фракция на протяжении всех государственных дум, мы традиционно являемся самой молодой по среднему возрасту, самой молодой фракцией. Все пять государственных дум. И смею вас заверить, что молодые ребята с ног валятся, а Владимир Вольфович продолжает работать. Поэтому, я не знаю, наверное, Единую Россию хотелось бы расстроить. Не дождетесь. Но здесь у нас очень много, наряду с ним, и других людей. Еще один вопрос, я услышал вас. Есть еще один вопрос, который принципиален, наверное. Это все-таки идея максимум. Сейчас в Госдуме 40 членов фракции, 40 депутатов в ЛДПР. И 38 – «Справедливая Россия». После выборов... Вместе со «Справедливой Россией» нас как раз... Ну, вы понимаете, да? Это две разные фракции. Нет, ну, а это получилось так. Но сидят они на наших местах. После выборов 2011 года, декабря, как должна, по-вашему, выглядеть Государственная Дума? Что вы будете делать, чтобы увеличить их количество? Ну, если говорить о честных выборах, то ни одна политическая сила в России не набирает даже 50%. Мы говорим о честном подсчете голосов без использования, ну, наверное, без давления административного на определенные слои населения. Ни одна политическая сила не в состоянии набрать большинство. То есть 51%. Не в состоянии. Средний расклад должен идти таким, что все партии должны получить сегодняшние, которые представлены. Ну, «Единая Россия» вполне может рассчитывать на 40%. ДЛДПР и коммунисты, ну, реально, это 35-40% тоже в этих же пределах. Ну, в зависимости от региона, это колеблется. На выборах 2011 года удастся увеличить или нет свой результат? Обязательно. Я думаю, что мы могли бы с Единой... При честном, я не могу говорить про уровень, который может быть использован, и какой результат появится. Потому что, когда я сидел в ЦИКе, в 4 утра на выборах в эту Государственную Думу Башкирия выдала за Единую Россию 103%. А в Чечне проголосовали даже те, которые погибли. Поэтому я говорю о нормальных результатах. Ваш результат, который может быть, на который вы рассчитываете? Я говорю, что мы рассчитываем всегда на победу, а победа в этом случае – это более 30% голосов в Государственной Думе. Это реальный факт. Что планирует «Справедливая Россия»? Вы знаете, я прагматик. И я думаю, что для того, чтобы заниматься такого рода прогнозами, можно сделать примитивный математический анализ. Посмотрите, прошедшие выборы. Рейтинг Единой России в большинстве регионов, субъектов федерации понизился приблизительно до 28-40% в разных регионах. В моей родной Владимирской области, по-моему, 33% не изменяет память. Абсолютно прав Максим Станиславович, когда он сказал, что электорат ЛДПР не меняется. У ЛДПР относительная стагнация 8, 10, 12, в зависимости от региона процентов. Коммунисты – это из выбора в выборы проходит мартовские, октябрьские, мартовские, октябрьские. Коммунисты, очевидно, увеличили свои проценты. Я думаю, что сегодня их рейтинг лежит в пределах 16-35%. Примерно в этих пределах лежит и рейтинг «Справедливая Россия». Если мы посмотрим на тенденцию, то ежегодно практически от третьей до половины увеличение процентов «Справедливая Россия». Скажем, у меня во Владимирской области было 9,2%, потом 12%, потом 14%, посредние выборы – 18%. То же самое произошло в Екатеринбурге, Новосибирске. Тенденции, ведь понимаете, очень сложно, самый главный вопрос, о котором я уже говорил, люди должны четко понять, никто лидер партии, харизматичный он или не харизматичный. Люди должны понять, что предлагает партия. Вот разобраться в современных идеологических концепциях и экономических довольно сложно. Я вот не получил ответ от Максима Станиславовича, какую экономическую модель ЛДПР предлагает. Антон, я сейчас хочу уточнить ответ на конкретный вопрос. На какой процент вы рассчитываете по итогам парламентских выборов? Я могу сказать абсолютно объективно, что те проценты средние, которые были на прошедших мартовских выборах, это 20, 22, 24%, будут стопроцентно увеличены. То есть я думаю, что мы можем смело говорить о 25-35% – это реальный электоральный потенциал «Справедливая Россия». Появление Народного фронта, о котором уже сообщил Владимир Владимирович Путин, как-то меняет политические расклады, на ваш взгляд? Как он может изменить политический расклад? Это некая общественная субстанция, которая предполагает, что сторонники лично Владимира Владимировича, у него много сторонников, или «Единой России» сгруппируются под неким новым брендом или новым знаменем. Я думаю, что все, что можно было пригласить в «Единую Россию», согнать, притащить, уже сделано. И мы можем придумать два бренда новых, или три, или пять. Я могу сказать единственное, к чему это привело уже сейчас, кулуарное общение с депутатами «Единой России». У них и так, как вы помните, на прошедших думских выборах было 78%, потому что избирательная стратегия партии власти была «Выбираем национального лидера». То есть голосовали не за конкретных людей, которые будут от Владимирской, Рязанской или Тамбовской области в Госдуме, а голосовали за Владимира Владимировича Путина. А потом оказались там те, кто оказался. Со всеми их, к сожалению, достоинствами и недостатками. И уже потом люди поняли, кто там оказался. Кстати говоря, что делать с лидером «Справедливой России»? Потому что нет такой персоны, такой фигуры, как Жириновский. Сейчас я отвечу на предыдущий вопрос и скажу. Так вот, все, что можно было согнать с точки зрения сторонников «Ядра», это уже было сделано. Сейчас, какие бы ни появлялись новые бренды, фактически речь идет о снижении рейтинга партии власти. Единственный сценарий, который сейчас будет применен, это партии-спойлеры. Вот это реальный сценарий партии власти. Я вас услышал, у нас просто очень мало времени. Мы успеем его обсудить. Все-таки, как будет решаться проблема лидера партии «Справедливой России»? Такой проблемы нет. «Справедливая Россия» это социал-демократическая партия, в которой главный принцип – это коллективизм. Это один из основных принципов социализма и социал-демократии. У нас есть лидеры Николай Левичев и Сергей Миронов. У нас есть огромное количество, в отличие от многих наших политических оппонентов, узнаваемых лиц. Геннадий Гудков, Оксана Дмитриева, Галина Хованская, Елена Дропека. Их знает вся страна. То есть ставка на лидера сделана не будет? Конечно. Мы делаем ставку на 5-7 тысяч наших депутатов, которые есть в каждом сельском поселении. Вот это реальная ставка. Антон, спасибо. Нужно дать время Максиму высказаться, поскольку у нас через уже несколько минут эфир закончится. Постараюсь. Да, достаточно коротко. Но «Народный фронт» – это очередной проект. Собственно говоря, мы создание проектов с целью сохранить власть наблюдаем достаточно регулярно. Это были в свое время, если помните, как появилась «Единая Россия». Это «Единая Россия» и так далее. Потом появился проект «Родина», который тоже создавался с определенной целью, чтобы уменьшить электоральное поле КПРФ и ЛДПР. К сожалению, у КПРФ и у ЛДПР, как у достаточно старых политических игроков, достаточно жесткий свой электорат. Его можно украсть на выборах и бюллетенях, но его нельзя украсть как электорат. Поэтому, естественно, «Родина» пошла пастись в огород «Единой России». Что очень не понравилась «Единая Россия», этот проект закрыли. Потом был создан новый проект «Справедливая Россия», у которых очень много узнаваемых лиц. Если вы посмотрите историю этих узнаваемых лиц, все они были обучены и натасканы в других партиях. Оксана Дмитриева. Я прямо здесь сижу, ни в какой партии. Я не буду раскрывать ваши секреты. Но, тем не менее, все они существовали в рамках других партий. То есть, это создавался проект, куда часть «Единой России» ушла, часть «Яблоко», часть еще кого-то. Но, как проект, он существует в центре. И там, где появляются большие деньги, там он получает проценты. То есть, будет принято решение о закрытии проекта, значит, не будет этого проекта. Сохранят проект, значит, он какое-то время будет. Народный фронт – это такой же проект. Не нравится то, что сегодня идут какие-то обманы. Когда говорят, мы 50% «Единая Россия» отдадим нечленам партии, представителям Народного фронта. Но это нельзя по закону сделать. По закону партия может в своем списке иметь не более 25%. Это проект, и проект, если он создается с тем, чтобы как-то привлечь на свою сторону новых сторонников, ну, бог с ним, пускай пробует. Но если это ширма для готовящихся фальсификаций, вот с этим партия не может согласиться. И мы, естественно, будем с этим бороться. Поэтому то, что вы здесь говорите про программу партии, ну, программу партии, наши партии, как и лидеры, собственно говоря, знают все. Мы партия несуществующего среднего класса, которая борется за то, чтобы наши люди стали средним классом. И их было большинство, как в нормальных цивилизованных странах. А у них не отбирали бы все, что можно, да, и отдавали товарищам из первой сотни Форбс. Которые их деньги, они формируют свои, каждый год там удваивают свои миллиардные состояния. Максим, спасибо. У нас остается всего несколько минут. И поскольку сегодня святой день, 22 июня, мне хотелось бы, чтобы в завершение мы очень коротко, наверное, поговорили о том, что нас объединяет. Что для вас лично вот этот день значит, 22 июня? Ну, для меня, значит, достаточно много, потому что все-таки я бывший кадровый офицер. И само понимание, что такое человек, который защищает родину, я через это проходил. И, наверное, нет человека в нашей стране, у которого в семье нет потерь, связанных с этой войной. И, как бы, я тоже не исключение. Поэтому, действительно, этот день, он, наверное, для каждого в нашей стране. И за ее пределами, теперь уже для многих, этот день действительно скорби, когда мы потеряли какие-то близкие. И самое главное, страна наша потеряла огромное количество населения. Я не могу сказать близких вещей. Мой дедушка погиб под Сталинградом. Второй мой дед воевал, дошел до Японии, воевал в японской войне. Я знаю, что у Сергея Михайловича Миронова близкие есть, которые погибли. Но это не только день скорби. Мы должны понимать, что великую войну мы выиграли благодаря тому, что у нас была объединяющая идея. Благодаря тому, что наш народ в состоянии, когда нужно мобилизоваться и победить. И мы должны извлекать уроки не только из-за того, что нас постигла беда. Мы должны понимать, что на каждой беде нужно учиться. Сегодня Россия снова в беде. И объединившись, вот те самые социалистические современные принципы, коллективизм, объединение, мы в состоянии справиться с сегодняшней бедой. И это главный урок, который нам должна преподать, в том числе и Вторая мировая, Великое Отечественное. Уважаемые депутаты, я благодарю вас за то, что вы пришли сегодня в нашу студию. Спасибо вам. Спасибо вам.